МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите территорию КХЛ. Но начинаем рассказ о клубах, которые вступают в борьбу за Кубок Гагарина в седьмом сезоне континентальной хоккейной лиги. А начинаем мы с Салават Юлаева. Команда и город испытывают эмоциональный подъем, потому что вслед за серебряными медалями Чемпионата России и полуфиналом Кубка Гагарина должен быть новый шаг вперед. Салават Юлаев – один из самых успешных клубов шестого сезона КХЛ. А ведь такого результата от команды Юрзинова не ждали. Давайте вспомним. Регулярку клуб прошел неровно. По ходу чемпионата состав претерпел значительные изменения. Владимир Юрзинов наигрывал звенья к флэ-оу в условиях большого количества травм. Необычность, наверное, того сезона была в том, что у нас была большая группа новых игроков, молодых, которым мы давали шанс. И, в общем-то, было много игроков, которые, наверное, в других командах немного потерялись и получили у нас новую роль. И, несомненно, я уже, наверное, говорил об этом, что игроки получали свою роль, да, и они справлялись со своей ролью. Потому что терпение – да, терпение. Потому что когда не получается один раз, когда не получается два раза, да, именно этот момент, где перетерпишь, и все получится нормально. Изменения в составе и травмы лидеров измотали команду. Но в плей-офф остановить ее смогла только Магнитка. Тренерский штаб сумел выжать из этой команды результат. И, вероятно, максимум. Момент интересен на весь сезон. Здесь нельзя говорить о каком-то конкретном моменте, да, потому что все решает нюансы в каждом матче. И все соперники очень серьезные. И у нас задача была вначале попасть в четверку, да, и потом Торпеда, и Борис, я считаю, не менее сильный соперник. И очень упорная серия с Магнитогорским. Поэтому момент интересен – это весь сезон. Итак, что за команда выходит на старт в этом сезоне? Уже в статусе главной звезды команды уехал за океан Андрей Василевский. Покинул Уфу многолетний капитан Виталий Прошник. Ушли Зиновьев, Мирнов, Обменин, Филатов. Теперь уж точно никаких звезд. На вратарскую позицию пришел опытный Виталий Коваль. Оборона усилила пара ведущих защитников Сибири – Кутузов, Лекомцев. В нападении – Семин скачков-скороходов. Крепкие, трудовые ребята. Салават Юлаев умеет считать деньги. Никаких громких переходов. Все игроки взаимозаменяемы. Слабых мест среди защитников и нападающих нет. На бумаге это совсем не состав топ-клуба. Но очень велик запас прочности. Мне кажется, у нас очень классная команда. У нас пять хороших линий. Для меня это стало сюрпризом. Все звенья хороши, могут играть в высококлассный хоккей. Так что у нас отличная команда. Я разговаривал с другими игроками. Они придерживаются того же мнения. Мне кажется, хорошая боевая такая рабочая команда. Есть все ребята, все тройки могут забить. Так что, думаю, интересная команда у нас будет в этом году. У нас появились новые игроки. Мы стали еще более трудоспособным коллективом. Да, никаких звезд, но теперь у нас пять ровных линий. 8-10 защитников. Все еще лучше, чем в прошлом году. Защиту укрепил Денис Бодров. В прошлом сезоне был капитаном Спартака. Атакующий защитник активно помогает впереди. Надежный. Игорь Скороходов переехал из Югры. В обратном направлении отправился неоправдавший надежды Никита Филатова. Естественно, хочу поиграть нормально в чемпионат, сыграть сезон, без травм отыграть. Набрать очков, забивать голову. Тем более, хороший партнер, у меня хорошая команда. Постараться помочь команде добиться результатов. Скороходов воспитанник Северсталя. Оправдывает свою фамилию. Быстрый, ловкий. Потерял прошлый сезон из-за травмы колена. Несмотря на это, настроен позитивно. Жизнерадостен. Не даст унывать партнерам. Андрей Василецкий в минувшем сезоне напомнил, что в Уфе отличная вратарская школа. Он провел гениальный сезон. Оправдал все надежды. Уйдя, он заставил болельщиков беспокоиться за последний рубеж. Но стоит напомнить, что в Уфе есть еще один перспективный воспитанник. Владимир Сахацкий. А крепнуть ему поможет Виталий Коваль. Можно ли заменить Андрея Василевского в Салавате? Его отец, Андрей Василевский старший, уверен, что да. Но все зависит от самих ребят. Многие сходят в тот момент, когда приходит успех. На этом этапе очень многие сходят с орбиты. Особенно вратари. Когда чувствуют, что жизнь удалась. Что можно уже, как бы, какое-то имя заработали. И понижает требования к себе. В ходе работы, в ходе игр. И появляются вот эти сбивающие факторы, как плохая команда, плохой тренер, плохой лед, плохой автобус, плохая гостиница. Вот эти отговорки. И это уже все. Начало, конца этого пути, которым является хоккейная карьера. И когда этот период пройти и перейти на следующий уровень, следующий степень, то будет дальше лучше. Василевский старший работал и с Владимиром Сахацким. В прошлом сезоне юный голкипер ждал своего часа на скамейке. А между тем его потенциал огромен. Самый ценный игрок в ХЛ 2013 года. В плане мотивации, конечно, сейчас в голове так то, что идет то, что Андрей хорошо провел сезон. Тулов идеально, я считаю. Сейчас такая, можно сказать, задача лично для меня. Как бы, ничем не хуже сыграть. И вот я стараюсь, работаю и думаю, все получится у меня. Очень талантливый парень. Я уверен, что вырастет большого вратаря. Вот, поэтому, поэтому, будем надеяться, что в этом году у нас за последний рубеж не будет никаких переживаний и волнений. Секретное оружие Салавата – физподготовка. Все ребята крепкие сами по себе, плюс ими занимается Алексей Селиверстов, серебряный призер Олимпийских игр в Турине по бобслее. Мы подсели в хоккейную и пошли только работать, только, смотри, только плечи работают. Такая волна, такая идет. Здесь мы сразу же максимально усложнили упражнение. Получается, мы стоим на боссе, на полусфере, где работают мелкие мышцы-стабилизаторы. И работают при плечи на канатах. Это хорошо для броска. И, смотрите, видите, вот уже на себя ноги трястись. Можно ускорить, видите, какая волна идет. Усложняем упражнение. Здесь работают уже больше плечи. Это очень хорошо. Это один из самых молодых тренеров по физподготовке в КХЛ. А выглядит он еще моложе. Ему 39. Профессионально занимался легкой и тяжелой атлетикой. Удачное сочетание. Скорость и сила. Все упражнения и методики работы сначала пробуют на себе. Сам выходит на лез, чтобы понять, что нужно ребятам. Подбирает индивидуальную нагрузку для каждого. Пильстром он очень быстрый, очень взрывной. Хлуст-топ тоже очень быстро взрывной. Думаю, что в плите они были бы быстрые. А у них даже видно. А те, кто быстрее бегают на льду, те быстрее бегают на земле. Это как бы, ну, переносится. Те, кто, как Степан, такие крепкие, здоровые. Он и в штанге, как-то, у него это вообще, он в зал приходит такой, у него это здесь вообще лафаудис. Тоже стал добыть Иван Кудинов, он такой борец. Я думаю, что там в борьбе вообще бы ему равных не было. Физическая форма тренера многое говорит о его квалификации. К тому же он всегда в хорошем настроении. В тяжелейшем графике игр и то, и другое обязательно поможет команде. Вот баллон. У него должна быть вода. Он будет неполный. И вот это будет... Он будет перекататься. И поэтому с ним можно ходить, с ним можно ходить на плечах. Выпыдыхать можно с ним. У тебя вот болтухать будет. Как раз то, что происходит на льду, когда у них постоянное столкновение. Нужно себя держать в равновесии. Оно вроде-то кажется такое смешное. Ребята такие с ними балуются, одни-таки вроде такие не тяжелые. Там вода болтухается. Но когда пройдешь, так, как говорится, выпадами в зал туда обратно. Потом приходишь в столовую. Надо сесть на стул. Ты не можешь. Нужно поддерживать рукой. Перед стартом сезона волнение еще не так велико. Ребята позволяют себе немного больше. Александр Мерескин на наших глазах поучаствовал в Vice Bucket Challenge. Дмитрий Гагаринский, Никита Церлев, Алексей Ефимов. Вы следующие. Причем сделал он это дважды. Снять испытание холодной водой с первого раза Антон Слепышев не сумел. Андрей Анкудинов мне прислал вызов по всем известному флешмобу. Я вызов принял. Облился холодной водой. И отправил ответные вызовы от Дмитрия Кагаринского, Алексея Ефимова, Никите Церлеву. Это мои партнеры. Мы с ними раньше играли в разных командах. Они мои друзья. Посмотрим, как они отреагируют на этот вызов. Капитан Салавата Юлаева Денис Хлыстов. Самый ценный игрок сезона по версии клуба. Денис Уфимский. Он вырос на этих улицах. Отец привел меня на хоккей. Сначала лет в 6, наверное, мама у меня в больные танцы записала. И что-то у меня с первой тренировки там не пошло. И отец говорит, все, он пойдет на хоккей. Хоккей стал подходящим видом спорта. Тем, который делают из хулигана бойца с характером. В прошлом сезоне без характера не было бы даже второго раунда плей-оффа. Мы друг другу заводим, наверное. Такие, если брать тот год, мы одной семьей шли. Там, ну, знаешь, на живых с торпедой играть, там, синимать. Думаете, сразу 0-2 здесь как попали. А там уже и потом уже, знаешь, как собрались, поговорили там в раздевалке. Ребят, ну, другого-то не дано. И считаю, в прошлом году-то, что мы как-то бились. И вот то надо перенести в это, еще добавить как-то, ну, вот. И тогда будет все хорошо. В самом сердце Уфы Салават Юлая. Символ, легенда, душа города. Хоккейный клуб стал столь же важен для республики, сколько образ национального героя. Я горжусь Салават Юлая. Смотри, какой памятник красивый Уфа-арена. Я как бы вырос здесь, здесь мои друзья, родня, семья. Я не имею права подвезти их. В Уфе подобралась трудовая команда. А у настоящей трудовой команды должна быть трудовая клюшка. Полностью из железа. Весит 20 килограммов. То есть это эквивалент штанги в тренажерном зале без веса. Команда серьезно готовится к сезону. Стиснуть зубы и биться здесь придется всем. Кто не готов к таким условиям, в Уфу не поехал бы. Плакат в коридоре – подарок от болельщиков. Будет напоминать о главном на протяжении всего сезона. После брели серебряных медалей, наверное, амбиции велики. Но я думаю, что даже повторить успех будет не просто в Салте-Лайву. Слишком сильные конкуренты появились. И у Фа не настолько сильнее стало, как, допустим, Акбарс. Как Ска с приходом Быкова прежде всего. Йокерит, я думаю. Поэтому я думаю, что, конечно, они попадут в четверку на востоке. Я думаю, что побьются очень серьезно за попадание в финал. Но этот сезон не просудит. Прошлый сезон был удачным. Третье место. Но теперь мы прибавили. Мы готовы к новому рывку. Мы знаем, что нас ждет. Мы должны биться в каждой игре. Я в первой части вынес. Задача клуба на сезон – ни шагу назад. Снова нужны медали. И снова эта цель кажется почти недостижимой. Со стороны Уфу это полностью устраивает. Субтитры сделал DimaTorzok